Говорили о том, как повысить инвестиционную привлекательность в регионах. Президент заявил, что ситуация в субъектах, когда условия для бизнеса разные, неприемлема. Например, в двух соседних субъектах сроки выдачи разрешения на строительство могут отличаться годами. В каждом субъекте федерации должны быть подготовлены свои региональные дорожные карты. В течение 2017 года их необходимо реализовывать в полном объеме. Такой работой должны будут предметы заниматься специально созданные в каждом регионе проектные офисы. По сути, мы должны создать единое высокое качество деловой среды на всей территории Российской Федерации. В консультативную группу на заседании президиума госсовета вошел губернатор Краснодарского края. Регион уже третий год подряд удерживает седьмую строчку в национальном рейтинге инвестиционного климата. Опыт Кубани в оказании госуслуг в электронном виде использовали при разработке целевых моделей по привлечению инвестиций и в другие регионы. Безбарьерная среда сегодня – это самое основное, что влияет на инвестора, заходить или не заходить в регион. Даже наш внутренний инвестор оценивает возможность гарантированно и безопасно разместить свои инвестиции, свои средства. Барьеры, чиновичьи барьеры, фискальные барьеры, контролирующие барьеры – это все в совокупности то, что составляет проблему, над которой надо работать. Здесь персональная ответственность каждого руководителя. И фискальные структуры, и контролирующие структуры, и властные структуры, неважно это администрация края или муниципальное образование. Если вот такие искусственные препоны, барьеры будут создаваться. Вплоть до уволения с должностей, об этом сказал сегодня президент. За последний год в Краснодарском крае серьезно изменили подход в работе с инвесторами. Упростили процедуру получения налоговых льгот. Создан региональный центр поддержки предпринимательства, работающий по принципу одного окна.